Всё, можно переходить к делу, можно перестать все эти вступления произносить. Единственное, что я скажу, почему всё-таки его личность так мне привлекательна для всей этой истории. Потому что действительно, так как 20-й век по нему прошёлся всеми своими основными веками, другого можно найти более несчастной, более трагической судьбой. У него, в общем-то, удалось ему достаточно хорошо реализоваться во многом. Но, тем не менее, он и великолепный пример для того, чтобы показать все те проблемные вещи, которые происходили в профессии с людьми, с интеллигенцией 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е и так до самой его смерти. Очень такой показательный пример. Я не буду рассказывать вам подробно его биографию, где он родился, кто был его отец, отец его был служащим. Родился он в Балтии, справа он, слева его младший брат. Он пошёл в реальное училище, закончил его 15 лет там, на западе Украины. После чего он имел начальное художественное образование, очень хороший, талантливый парень был. Но когда была гражданская война, он 1902 года рождения, 29 мая родился. То в 19-м году он записался доброволецом на фронт в Красную Армию. И как раз польский поход, значит, его дяди убивают во время погрома, вот эта вся резня, кон-армия, все дела, значит. Но у него талант, он прекрасный художник, уже тогда 17 лет парню. И он является художником агитпоезда. Но это долго можно рассказывать, нам просто много чего другого надо рассказать, поэтому я быстро перемотаю эту часть его истории, даже картины книги показывать не буду, потому что фильм был очень хороший с Табаковым и Мироновым, когда вот это все... А? Достояние республики, да? Вот это все... И достояние республики к этому имеет отношение, и Искримас к этому имеет отношение одновременно. Много чего к этому имеет отношение, потому что он действительно вот такой молодой парень, 17 лет, подросток, по сути дела. Тот еще боец-красноармеец, скорее художник, который вот эти вот агитпоезда разрисовывает. И как раз по окончанию гражданской войны у него очень, из этих фильмов, у него очень правильная профессия. Он является, он занимается сохранением культурных ценностей, поскольку все эти усадьбы, помещичьи активно разворовывались. Тогда пришла мысль в голову какую-то большую, что нужно формировать коллекции народных музеев, городских музеев, губернских музеев. И формировать эту коллекцию и защищать ее от разграбления, это удел людей, обладающих и художественным вкусом, и культурой определенной. Вот он молодой парень, по сути дела, он как раз занимается именно этим. Начало его образования, такого высшего образования, уже связано сразу же с Киевом. Он сначала учится в Киевском художественном институте, но по совету одного своего будущего коллеги, Якова Штейнберга, архитектора. Он прокидает театрально-декорационное отделение художественное, и он решает стать архитектором, по его совету. Он учится на архитекторах. И тут очень важный момент, как и в самом начале всего того, чего я сказал, кто были его учителями. Первым, а главным его учителем, почему, кстати, Штейнберг не был его учителем, знаете, быстро объяснить. Ну, он был, а потом перестал, потому что Яков Воронович переехал в Харьков и стал преподавать не в Кисе, а в Хисе, здесь. И строил половину Харькова. Поэтому кусочки здесь, Харькова, в этой киевской лекции тоже будут. А главным его учителем был Павел Федотович Алешин. Две недели назад, история ХТЗ, автор, проектировщик всего Харьковского тракторного завода. И Каракис наверняка, об этом нет документальных подтверждений, но участвовал в работе его группы, Алешинской группы, при проектировании соцгорода Новый Харьков. Скорее всего, это, ну вот, наверняка. Это его главный учитель, главный такой наставник. Но были и другие, в том числе даже харьковчане некоторые. Это его работа, Каракиса работа, которую он еще будучи студентом, преподнес своему учителю, профессору Алешину, который был главным его наставником в профессии. Артурное проектирование преподавал. И тут, как бы, ну вот для вот этих сидящих, они как бы в теме, они сильно шарят. Каракис офигительный архитектор. Ну он такой мастер архитектурной графики. Это вот для не изнутри профессии, это как бы, ну что-то с собой разумеется. В некоторых странах даже есть две разные профессии. Есть, собственно говоря, архитектор, а есть архитектурная графика, архитектурная визуализация. Тот, кто подает проект. Это определенная, ну, графическая культура, это определенный вкус, это определенный другой навык. Каракис был прекрасный, вы же помните начальное художественное образование. Каракис был прекрасный художник от архитектурной профессии. Не важно, какой это замечательный конструктивизм. Поверьте, это замечательный конструктивизм, 27-й год. Это работа 27-го года. Ленточное стекление, свободно расположенные опоры, свободно расположенные перекрытия. Посмотрите на Ермиловским шрифтом, Карьковским Ермиловским шрифтом написанное кафе, кафе-ресторан наверху на этом всем деле. Оно, скорее всего, светится неоном. Но как это отмыто, как это подано с графической точки зрения? Вам не видно, мне видно, вот у этих сидящих, у них вот это все, он умел рисовать. Проще говоря, он относился к той, к сожалению, немногочисленной, я не иронизирую, группе архитекторов, которые рисовать умел, и он подарил своему учителю, Павлу Федотовичу Алешину, этот лист от студента, глубоко уважаемый Павлу Федотовичу, от студента Иосифа Каракиса. Но у него были и другие прекрасные учителя. Это его учитель по рисунку, архитектор Фельдман, не родственник. К Харькову имеют непосредственное отношение. Вообще, вы работы этого архитектора знаете прекрасно. Он построил довоенный Севастополь, вот до Второй мировой войны. Памятник затопленным кораблям, панорама. Это Фельдман. И после, и много-много-много других зданий по Севастополю, и много по Крыму вилл и особняков. Но с 1904 по 1910 год, в течение шести лет, он пребывал в нашем городе и преподавал в Харьковском технологическом институте, политехии. В это время работ его реализованных здесь немного. Он здесь практически никого не знал. Конкуренция среди архитекторов была очень большая. Поэтому из известных его работ, вот таких, что Фельдман сделал в Харькове, он надзирал и руководил, со-руководил строительством синагоги. Харьковской хоральной синагоги. Он не был автором, автором был Яков Гивирц, а он был, ну, производителем работ, прорабом, одним из тех, кто курировал стройку. И совершенно неожиданно сегодня утром, собирая эту презентацию, я узнал, наконец, спустя шесть лет своих, значит, вождений и экскурсий, узнал, кто автор одного вам всем хорошо известного особняка. Это Конторска-26. Так называемый особняк Шапара, или вернее, особняк Романенко. На самом деле, напротив кондитерской фабрики. Автор этого особняка, архитектор Фельдман, который после всей этой истории, построив этот особняк в 1907 году, в 1910 году, после преподавания здесь, уезжает. Вы не знаете, о чем идет речь? Конторская, Краснооктябрьская, 26, посередине, между Лопаньо и там, старым цирком. Такой, с шлемом, страшненький домик, в том смысле, что он доведен до страшненького состояния, но все знают, что это шедевр харьковского модерна. Это Фельдман, который после, в 2010 году отправился в Киев и как раз был преподавателем в 20-30-е годы у Каракиса по рисунку. Еще один харьковчанин, потому что, помнишь, харьковчанин не тот, кто в Харькове родился, а тот, кто в Харькове учился. Василий Кричевский, который преподавал у Каракиса искусство интерьера. И еще один такой момент, не надо так бурно реагировать. Кричевский, надо объяснить, кто такой Кричевский? Все знаете, кто такой Кричевский? Опять же, достаточно много всего в Харькове есть. Автор трезубца, герба Украины. Василий Григорьевич ему, судя по работам, дальше это будет видно, когда я буду показывать работы Каракиса, он ему еще и кроме, собственно говоря, интерьера и умения мыслить небольшими объемами, небольшими концепциями, не только планами, объемными решениями зданий, привил любовь к детали. По сути, Кричевский был преподаватель дизайна. Он учил, что не бывает второстепенной, что декор, мебель, ткань, обивка мягкой мебели в будущем особняке, который ты проектируешь, тоже твое дело. Это тоже ты рисуешь, это тоже ты придумаешь. Вот и дача не мог, он таким был. Это, собственно, самый первый, самый главный украинский дизайнер, Василий Кричевский. И даже то, как графически подавал не в той работе, а в других своих следующих работах свои проекты Иосиф Каракис, чувствуется рука Василя Кричевского. Это достаточно может быть спорное утверждение. Я, кстати, вам не сказал, когда мы общались с Олегом Юнаковым, который автор этой книги, правнуком, выяснилось, что Олег, он википедист, он автор такого количества статей в Википедии, на русском и на английском языке. У него родной, он очень рано, я не эмигрировал, у него родной язык, английский, не русский. Он его изучил для того, чтобы издать прадеде книгу, русский. Он автор какого-то сумасшедшего количества статей в Википедии, одной и другой. И это накладывает на наше общение с ним опечаток, потому что ему нужно там 28 подтверждений, 38 гиперссылок. Все должно быть задокументировано, все должно быть вот так утверждено. Он говорит, вы имеете право на какие-то свои предположения, допущения, я нет. У меня такое вот занудство такое, в кавычках. Так вот, я не википедист и имеющий право на такие допущения. Действительно, рука именно Кричевского в очень многих работах Каракиса, мне как бы изнутри профессии, можем так сказать, она очень сильно видна в дальнейшем. И Кричевский был, как и Лешин, как и Фельдман, один из его знаковых учреждений. Еще было много других. И Вербицкий, и Рыков, и другие, 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 другие. Я здесь ее не привел, эту картинку. А, нет, еще один харьковчанин. Владимир Гафрич Татлин, один из главных корифеев авангарда. Это он, и это он же. Он его читал, такую дисциплину, которую можно было бы назвать композицией. Я вам не привел одну такую картинку, но она есть в этой книге. Там артикул его, Каракиса, зачетная книжка. Там вот так идет, вот все основные базовые дисциплины, там просто небазовые неприведенные. Там марсизма, ленинизма я не нашел. Это не та страница зачетки. И там, значит, рисунок, проектирование, расчет конструкции, интерьер гражданских зданий. Там позиция за позицией, оценка, отлично, 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 отлично. Хрен с ним с отличной. Ты дальше смотришь подписи, кто экзаменатор. А экзаменаторы это все основные корифеи украинского, досоветского, советского искусства и архитектуры. Он один из лучших выпускников, один из лучших студентов института. И в 1931 году он принимает, да, очень важный момент, он еще на стадии учебы, это специально об этом говорю отдельно, это же время конструктивистских всех этих споров. Вся эта команда и во многом даже то, что Яков Штейнберг его увлек в архитектуру, привлек, это когда ведутся споры о том, каким быть языку будущему, языку архитектуры. Это время, когда они бредят конструктивизмом, когда кумирами их являются конструктивистки, идеи, идеи Баухауза, ну, конструктивизма. И пока это все носит характер вот таких прекрасно графических поданных, но проектов. Все бы хорошо, если бы не одно но. От проекта перейти к делу, к реальной профессии, к практике, это очень большой путь в любом практическом навыке. Поэтому их производственная практика, прямое участие в стройках, прямое участие в строительстве, это очень важная составляющая профессии, и этого было очень много. В ходе конкурса, долгого конкурса, победил проект архитектора Вербицкого на то, что будет в качестве Киевского вокзала. Вы все это знаете, он несколько раз пристраивался. Это тоже драматическая история, потому что изначально он был так бы позднеконструктивистский, сейчас на него, глядя снаружи, еще в это поверишь, когда заходишь внутрь, не понимаешь, о чем идет речь, где там конструктивизм остался. Но когда-то он был таким, и вся группа, весь курс, они активно участвовали не просто в обсуждении конкурса, не просто помогали своим профессорам, учителям в этой работе. Они строили вокзал, и одна из первых практических практик, с которой столкнулся Каракис, это строительство вокзала. После окончания института он распределяется в мастерские, которые наркомату обороны приписаны. Он оказывается, на службе его призывают на воинскую службу, и его работы, которые он реализует как архитектор, это его первая работа, они так или иначе связаны с военным ведомством. Он строит дома для военных. Дом офицеров, разнообразные жилые дома, но первая его самостоятельная работа, это дом офицеров в Киеве, за которую он получает первую награду в своей жизни как профессиональный архитектор от самого Иона Якира. Он примирован кожаным пальто за активное участие в проектировании строительства нового дома Красной армии и флота, ныне дом офицеров, приказ главнокомандующих. Вот эти, знаете, в фильме офицеры было, да, красный, премирован красными революционными галифе, не штанами, а галифе. Вот ценность этого кожаного, первая работа, там, вчерашний студент, 27 лет, он еще будучи студентом, втайне от родителей женился на главной известной киевской красавице Анне Копман, которая студентка консерватории. Родители как-то, Оль, можно попросить там сделать им тише? Он уже женатый, значит, молодой человек, вчерашний еще студент, первая его работа и первая награда, кожаное пальто. Дальше работа его продолжается, он один из таких наиболее ярких архитекторов стиля конструктивизм, тех, кто понимает, что речь идет, пока это, как для молодого архитектора, это еще, в общем-то, сложно сейчас оценить, понимал он тогда или не понимал, но видно по тому, как он строит свою работу, что конструктивизм это не просто геометрические формы, конструктивизм это не просто большое количество там бетона из стекла, конструктивизм это не просто вот эти полосочки, конструктивизм это определенная философия, конструктивизм это определенная красота другого плана. У меня как раз вчера была лекция о манге, о японских комиксах, значительная часть которой была посвящена эстетике японской, есть много позиций в этом деле, что такое эстетика по-японски, ваби, саби и сибуми, скрытая красота, непоказная, та, которая вот настоящая, не бросающаяся в глаза, как это нельзя показать пальцем? Это такой уровень вкуса, такой уровень мышления, философии даже, когда ты понимаешь, что ну вот нельзя ткнуть пальцем, в Газпром нельзя ткнуть пальцем, сказать, вы ребята же понимаете, почему он красивый? До этого надо дорасти, нужно внутри себя сибуми ощутить для того, чтобы это понять. Это замечательная работа, которую он спроектировал в середине 30-х годов, тоже одна из первых его работ, он вчерашний студент. Он проектирует ресторан спортивного общества «Динамо», он недалеко находится от стадиона «Динамо» имени Лобановского, ну вы знаете, где ресторан «Динамо» в Киеве, знаете, находится? А где стадион «Динамо» в Киеве, знаете, где находится? Вот тут рядом с ним, там, в парке. Но в этом деле есть очень серьезный момент сразу же, в момент проектирования. Киев – город очень сложный. Для проектировщика, для архитектора это проклятие. Это либо твой шанс на грандиозный успех, либо твое наказание. Почему? Это город очень сложного рельефа. Строить, ну, если у вас там, я не знаю, дачный участок, огород, где-нибудь что-нибудь, критерий качества участка – это то, что он ровный и плоский. Если у вас склон, для того, чтобы это использовать, это надо очень вот так сильно заморочиться, потому что фактически эта задача зачастую нерешаема. Для этого устраивается террасирование, ступеньки делаются, для этого вырывается эскалатором полсклона, выравнивается, делается ровная площадка. Масса всего. Построить так, чтобы использовать склон, использовать сложность, рельеф, а это дает очень много других возможностей, преимуществ. Это возможность разных ракурсов, разных уровней, разных видовых точек, разных видов из разных этих самых уровней. Использовать этот колоссальный недостаток, как колоссальное достоинство, для этого нужно высочайшее мастерство. В истории 20 века таких мастеров было немало, точнее мало. И безусловно, лидером, самым талантливым в этом отношении, гениальным архитектором 20 века был американский архитектор Фрэнк Луит Райт, который умел строить именно используя рельеф, а главное контекст. Самая известная работа Райта это «Дом над водопадом», дом, который находится на склоне, дом, ради которого не надо было вырубать деревья, дом, через который, на участке которого проходил ручей, этот самый водопад, и вместо того, чтобы осушить этот ручей, спрятать этот ручей, он его пропустил через дом. Райт. Ресторан «Динамо» это не по буквально, вот как «Сибуми», это не буквально там сходство с домом над водопадом. Я специально не показываю вам дом над водопадом, там нет прямого сходства, хотя в общем даже и оно есть. Вот они кивают, они в курсе дела. Этот «Сибуми» это вот на уровне философии ощущения, на уровне понять контекст, на уровне понять специфику места, на уровне того, что прийти на это место в парке возле стадиона «Динамо» и ощутить, что тут не может быть такого же дома, который будет в квартале отсюда. Этот дом будет уместен только здесь и сейчас. С определенной ориентацией по сторонам света, с определенным выводом окон, на что они будут смотреть, с вписанностью в рельеф, сочетанием материалов, в том, в чем не будет никаких мелочей. Это один из памятников архитуры 20 века. Храняется государством. Несколько лет назад его пытались снести, ну, пристроить, снести, это модный как бы клуб, делюкс был. Ну, объяснить вам, почему это красиво? Или мы же все здесь обладаем сибуми и понимаем, что такое ваби и саби. Это шедевр архитектуры 30-х годов. Это понимали тогда многие. Эта его работа была действительно та, которая практически сразу его вывела в один уровень вчерашнего студента, в один уровень с профессионалами, талантлившими архитекторами, которые, ты видишь здесь прямое сходство с домом над водопадом? Или что ты здесь увидела? Там очень много решений. Там на перспективе этого не видно было, на первой картинке здесь видно, что работает склон, к нему, к дому ведет широкая парадная лестница, вот тут она идет. И пока по ней идешь, по этой лестнице, по склону. Ну вы же знаете, все Киев. Это же феноменальный город с точки зрения его непостижимости устройства, топологии. Потому что вот там крещатик, вот ты сделал шаг в сторону, и ты не то что на пустыре, там хащи. Сразу бах, вот какой-то склон, какой-то ручей, какая-то свалка, заросли. А это у Малышевского? Ну рядом, там, в глубине, чуть-чуть вдаль. И получается, ты идешь в парки, и тебе открывается вот среди этих деревьев, которые очень важная часть этого, даже на картинке видно было, что он их как бы как часть будущего своего проекта оставлял. И ты идешь среди этих деревьев, и уже сама эта лестница парадная, которая с уступами ведет ко входу, она настраивает тебя на такой определенный торжественный лад. Огромный стеклянный витраж впереди, залитый электрическим светом изнутри, если вечер, это же ресторан, то днем идет в ресторан Динамо. Ты понимаешь, что это одно из самых элит, это правда, это был очень долгие годы, один из самых престижных, самых роскошных ресторанов Киева. Очень райтовские интерьеры, которые в 60-е годы, безусловно, конечно же, похерили, все это было уничтожено. Ну, в общем, вещь очень, несмотря на все свой конструктивизм, очень экологичная. В момент строительства молодой архитектор, который знает, что он отвечает за свою работу, видит, что в ходе строительства допускаются категорически невозможные нарушения технологий, в частности, с устройствами перекрытия. Он, честный, ответственный профессионал, начинает спорить, ему затыкают рот. И тогда его учитель говорит, Иосиф, напиши докладную записку и отправь ее в нужную инстанцию. Не в смысле жалобу, не в смысле ябеду, не в смысле доноса, а отчет о том, как оно должно быть, и что вот есть такие определенные нарушения. Он сомневается, он не знает, имеет ли он право это делать, выносить этот ссор из СБ. Тот говорит, сделай, как я сказал. Через несколько лет, после того, как уже кожаное пальто на Каракисе есть, он уже много строит, известный архитектор, известный внутри Украинского военного округа, в этом 1937 год, не фигурально выражается, а буквально это 1937 год, в ресторане «Динаймо», в самом роскошном ресторане, происходит какой-то банкет в большом обеденном зале, на котором высшие чины военные заседают. И через час, после окончания банкета, обрушивается штукатурка потолка. Как вы думаете, через какое время к нему домой приехал Черный Ворон после обрушения? Минут через 15. Ну, чемоданчик был собран, у всех тогда были собраны чемоданчики. Дочка и жена остаются, значит, обнимают его, провожая в последний путь, потому что оттуда возврата, пока никто не возвращался. Но он вернулся через 10 дней. Дело в том, что в ходе следствия эта записка, которую Рыков посоветовал ему, учитель его посоветовал ему написать, она появилась на свет. А он сказал, в случае, если будет нарушена технология, может произойти вот это вот. Получается, что он предупреждал обо всем этом деле. Но спасло его еще и непосредственно заступничество тогда еще тоже нерепрессированного Иона Якира, который сказал, что он за этого архитектора ручается головой, потому что всем бы быть таким, сейчас об этом будет разговор. В общем, первые тучи сгустились над его головой после первого же талантливейшей работы, которая была им создана. Здание на самом деле прекрасное, но даже вот отсюда видно, что... Ну, правильно, отсюда все понятно. К сожалению, как и с очень многими другими работами, о чем лекция, собственно говоря. Проявить уважение к талантливому, гениальной работе предшественников потомке не в состоянии. И оставить ее в покое в том виде, в котором он ее задумывал, и не внести свои улучшения. Еще одна вещь, которую его обвиняют последние лет 25. После того, как Киев переехал в столицу из Харькова, один из главных центров Киева, правительственный центр, должен был расположен быть на Михайловской площади. Место, знаете? Объявляется конкурс о том, как должен выглядеть правительственный центр в Киеве. На конкурс подается много разных проектов. Вот, вы привыкли видеть правую часть этой картинки, это фуникулер, справа Министерство иностранных дел, а должно было быть и на горке Владимирской, с левой стороны вторая часть, и посреди небольшая такая вот колонна с лучшими людьми города традиционно. Проект Каракиса отклонен был как, ну, с очень сложной расплывчатой формулировкой, причем объяснял архитектор, автор вот этой самой реконструкции, которая была реализована. По его проекту Каракис, он же, помните, с чего начиналась его вообще карьера в 18-19 лет? Он занимался сохранением культурных ценностей. Он старался сделать проект таким образом, чтобы минимально пострадали зеленые насаждения Владимирской горки и чтобы не тронуть Михайловские златоверки. Чтобы не трогать монастырь. Чтобы остался монастырь и чтобы правительственный комплекс не был причиной для его сноса. От этого проекта отказались и уже спустя, опять же забегая в его биографии сильно, в наши дни, Каракиса считает одним из главных вредителей Киева, из-за которых были снесены, уничтожены. Он приложил усилия для сноса и разрушения. Не удивляйтесь, это нормальная человеческая несправедливость, скажем так. Хотя именно он занимался этим больше всего. Он отстаивал, пока ему не затыкали рот, необходимость сохранения исторического и культурного наследия Киева. Это харьковская история. В это же самое время, пока еще Харьков является столицей советской Украины и начало деятельности Каракиса, он вместе с группой своих коллег принимает участие в проектировании одного особого места в нашем городе. И тоже работа, которая заслужила большое уважение и доверие главного военачальника советской Украины, это здание, которое было на месте вечного огня. Это Никараки строил, это проект архитектора Джакома Кваренги, здание присутствующих мест на университетской горке. Не пытайтесь его увидеть, его нет, там сквер. Место было сквернено, в смысле, там разбили сквер. Изначально оно должно было быть по проекту Джакома Кваренги таким, в середине 19 века его повелению Сергея Александровича Кокошкина перестроили, здание присутствующих мест было вот таким. Это УЗПИ, тут университетская, вот тут колокольня Успенского собора. А в начале 30-х годов здание присутствующих мест решили перестроить с тем, чтобы это был центральный дом Красной Армии в Украине, на Украине. Короче, центральный дом Красной Армии имени Климента Ефремовича Ворошилова. Все. И конструктивист Каракис является одним из главных архитекторов, проектировщиков превращения вот этого, тот же ракурс, то же место, то же здание, вот в это. Кличевский учил его хорошо на интерьере и мебели. Поэтому все, включая мебель, отделку, ковры, обивочные ткани, все было спроектировано и это была одна из показательных строек Советской Украины. Центральный дом Красной Армии, который действительно упрочил славу Каракиса в Харькове. В смысле, славу везде, а дом в Харькове. В 43-м году здание было частично разрушено. Это Клочковская, это Университетская, тут Вечный Огонь, вот дом Красной Армии. И после войны его введено было уже не восстанавливать, а разобрать и на месте его разбить этот самый сквер. Якир после вот всех этих его построек, которые были связаны с военным ведомством, писал, отмечая особенные заслуги товарища Иосифа Каракиса в деле проектирования культурно-бытовых зданий и сооружений Красной Армии. Персонал военных строек должен в своей повседневной деятельности брать пример со специалиста товарища Каракиса, выражая уверенность, что в научной работе он будет образцом по воспитанию кадров молодых специалистов. И тут еще одна важная вещь. В чем тут эти самые научные работы молодые специалисты? Он ни в аспирантуру не пошел, он преподавал. И как вспоминает большое, об этом еще будет большое количество студентов, которые стали главными архитекторами Киева, не только Киева, стали заслуженными архитекторами СССР, стали лауреатами всех-всех-всех премий, у него не было никаких, он не подавался. Это был всегда самый любимый преподаватель. Для того, чтобы попасть на лекцию Каракису в Кисе, это было счастье для студентов. Когда они видели, что он у них есть в расписании, они танцевали от счастья. Каракис будет у нас читать какие-то лекции. Потом эта история продолжится. Один из самых мною любимых домов в Киеве, ну, конечно, это любовь харьковчанина в Киеве. Потому что нормальный киевлянин любит дом с химерами, костел городецкого, лавру, Софийский собор. Харьковчанин, воспитанный на Газпроме, будет любить что-то такое. Но вы все этот дом отлично знаете. Я вас просто сейчас на местности сориентирую. В конце сегодняшней лекции у нас будет короткая пятиминутная экскурсия по Киеву с Максом Размотельным. Это станция метро «Арсенальная». Вы отсюда выходите, он над вами, этот дом над вами, дом правительства. И вы идете по сейчас улице Мазепы, идете к лавре. Вот отсюда вышли, к лавре вот так пошли. Вот у нас это и прогулка будет. Вот тут пушка, вот пушка стоит. Завод «Арсенал». Сейчас, в конце лекции я расскажу о пушке тоже отдельно. К этому времени, к 1934 году, когда начинается проектирование этого здания, Каракис уже сложившийся мастер, который понимает, что конструктивизм, хотя за конструктивизм уже начинают потихоньку бить, и речь идет о каком-то монументальном новом стиле в архитектуре, еще не сталинский ампир. Но у Каракиса, как и у многих его друзей и коллег, у него философия такая. Оно может быть монументальным, но оно должно быть человекоориентированным. Эти вещи должны быть не внешние, не показные, а человек должен испытывать в этом здании комфорт. Надо максимально возможно раскрыть гуманистический, извините за пафос такой фразы, гуманистический смысл архитектуры. Не важно, какая архитектурная мода, если она обращена к человеку. Прилепить колонны всегда можно. И второй момент, он очень хорошо понимает, что у города есть формула, у города есть специфика, и Киев обладает другой формулой, чем, например, Харьков. И поэтому нужно понимать, как это здание будет смотреться не само по себе на проекте, на листах, не как оно будет смотреться даже на макете, на которой можно его увидеть, а как оно будет смотреться с разных видовых точек, с разных ракурсов. Потому что находится это здание в непосредственной близости от главной святыни этого города, от Лавры. Мы же все, в отличие от большинства киевлян, мы же все Киев как первым делом видим? Когда едем в поезде через мост, через Днепр, и когда все, весь Харьковский поезд смотрит в окно, потому что этот вид, вот это, потому что искусство такая условность, а вот это красиво. И ты видишь сначала, и дальше на схелах Днепра ты видишь колокольню Лавры, видишь купола Лавры, ты понимаешь, это главное, ну это не то, что сердце. Откуда поговорка язык до Киева доведет? Все шли на паломничество в Лавру. Узнать дорогу, это как в Мекку, так вот и в Киев. Узнать дорогу туда, это главный смысл этого города. И поэтому, если ты рядом с ним поставишь, его называют Киевский небоскреб, поставишь этот небоскреб, смысл не то, что виды изменятся, не то, что масштабы изменятся, не то, что там архитектурная мода изменится, смыслы изменятся. Вместо того, чтобы молиться на, креститься на колокольню Киево-Печорской Лавры, будут креститься на башню вот этого самого здания. И он, его, несмотря на его размер, он так отсюда виден, а Днепра он не виден, с левого берега он не виден. Он его очень грамотно вписывает в склон, в зелень этого склона. Но это очень сибуми. Это очень элегантная, сдержанная красота, в которой не надо показывать пальцем, почему оно красиво. Он объясняет, почему он использует, например, вот этот эркер, лоджии, почему эти полуколонны так важны для него. Он говорит о том, как здесь будет играть светотень. Ну, конечно, их застеклили сейчас и пристроили балконы со двора. Конечно, он говорит о том, как будет игра света происходить во всем этом распластанном витраже окна и лоджии. Конечно, он говорит о деталях. Он говорит о том, что даже это здание, несмотря на свой минималистичный, сдержанный характер, должно обладать своим декором. И говорит о том, что это должна быть только первая очередь этого всего большого жилого комплекса, потому что вторая его часть, она должна быть обращена к Днепру, к склонам. Она должна следовать за рельефом буквально органично. Это терминология от Фрэнка Ллойда Райта. Органично идти за рельефом, и тогда оно будет восприниматься, как нечто буквально выросшее из склонов Днепра. Вы не архитектор. Вы понимаете, о чем идет речь? Для этого не надо заканчивать Киевский инженерно-строительный институт. Это же понятно, но это же требует совершенно другого взгляда. Не поставить, где я хочу такой или другой дом, а посмотреть, где я его ставлю и каким он будет. И, конечно, офигительная архитектурная графика. Все, включая машинки, елочки у подъездов, тени, падающие от каждого такого эркера утопленного по отношению к фасаду, фигуры Стофажа, которые на переднем плане. Все пропитано вот этим ощущением пока еще такого романтичного, светлого, ближайшего будущего. Вот здесь хорошо видна планировка. Значит, вот пушка. Вот эта башня, центральная часть. Построили вот эту часть. Вот так мы идем. Вот мы вышли из метро. Вот тогда пошли по улице Январского восстания, теперь улица Мазепа, к Лавре. Днепр, склоны. Значит, вторая часть. Вот эта дуга с небольшим парком, террасированным таким участком, который должен был обращен сюда. Ясно, да? В этой работе очень сильно видно его не только отношение к корректности взаимоотношений с городом, с его историей, с его рельефом, с местом, объемом, масштабом. Есть очень много таких мелочей, которые на самом деле, мог он этого не делать, но он заморачивался. Потому что он мыслил не только, как они будут охать и ахать от каких красивых отмывок фасадов, о том, как будут жить люди. Потому что архитектура, это его слова, это же хуже не для архитектора, чем здание, не отбрасывающее тени. То есть здание, которое не построено, а остающееся на бумаге. Поэтому он думает над тем, как расположить, как сделать многоуровневые планировки квартиры в разных уровнях. Как расположить таким образом эти квартиры, чтобы максимально они не перекрывали друг другу вид из окон. Как сделать так, чтобы лестничная клетка, всегда темное, служебное пространство подъездов, наполнено было светом. И вот это вот, это отдельная тема, которую он очень много времени тратил, о том, как естественным дневным вторым светом осветить лестничную клетку. И он решил по этому поводу сделать исследование. Он буквально с прибором громоздким таким, который должен замерять освещенность помещения, зашел в подъезд одного из своих этих домов для военного округа. А там дежурит же не, как это, вахтер, а солдат, красноармеец, винтовкой. Положено так, дом ведомственный. И он увидел, что тот стоит в лестничном пролете и спокойно читает письмо изданно. И он понял, что измерять ничего не надо. Если ему хватает здесь света совершенно свободно для того, чтобы нормально читать, значит, он свою задачу решит. Это какие-то такие внутрипрофессиональные вещи, но они о чем говорят? О том, что ему присуще было вот это ощущение неудовлетворенности и поиска. Но он уже прекрасен. Вот правда, один из моих самых любимых киевских домов. И даже вот когда меня спрашивают, ну почему ты его так любишь, я не могу объяснить. Ну не потому, что он мне там Газпром напоминает. Тут совсем нет, не поэтому. Это нереализованная как раз часть, которая к Днепру бы выходила. К этому я еще вернусь. Но тут и так все понятно, да? Там видите, дата стоит 1965 год. Дом построен, закончено строительство в 1940-ом, в конце 1939-го. А 1965-ый говорит о том, что потом его немножко обновили, улучшили. Да. Это справка, написанная Каракисом, что по улице Январского станя в 1930-х годах было построено мною здание, которое проектировалось, значит, на 25 тысяч квадратных метров. Было построено только 45 процентов. Здание около 15 тысяч квадратных метров. Что фактически завершить объем работы, завершить работу в полном объеме было невозможно ввиду начавшейся войны. И что это неправильно, потому что комплекс, когда это представляло собой большой такой участок застройки, он совершенно иначе бы трактовал не только бы отдельный фрагмент этого места, но и являлся бы просто глобальной реконструкцией всего вот этого участка возле Арсенала. Еще один дом тоже улучшен. Улучшен на верхнюю часть тоже для наркомата. Да, конечно. Вот эта квартира самая дорогая в Киеве уже на протяжении последних 25 лет. Последние два этажа, пентхаус построен уже не Каракиса. Ардеко. Очень, опять же, сдержанный язык. Очень грамотные пропорции были. Ну, сейчас, были. Очень классный, подобранный декор. Вот тут даже видно, он специально, это он поверх фотографии затушировал, закрасил жуткую надпись «Гастроном», которая уже давным-давно, не в 90-е, не в 2000-е, а вот так вот еще в 80-е, в 70-е годы, там, бэмц, поперек всего этого. Тут же видно, что оно тектоникой вверх развивается, что это одна свободная линия, которая лепит эту всю форму, что в этих лопатках, ребрышках все-все-все читается. Это работа, вот то, о чем Якир говорил, это один из лучших наших архитекторов советских. Всем бы быть таким. гастроном поперек его. Это не сейчас появилось, ребята. Вот это все. Это всегда были люди, которые могли улучшить, сделать краще. А вот так должно было быть. Ну, в смысле, так и было. И какой декор. В этом же эпоха джаза. Это же эпоха дирижаблей океанских лайнеров. Это же не потому, что они не могли нарисовать эти красные колесницы, тачанки, ну так, в манере школы этого самого, Самокиша и Грекова. Реалистично. А потому, что это время условности, время определенной, ну вот этой, сибуми, эстетики другой. Классно же. А это? Это же Египет. Это же Вавилон. Это же, я не знаю, что-то еще очень хорошее. Это очень много вкуса, очень много такта и очень много профессионализма. Нужно для того, чтобы так мыслить и так работать. Еще один дом. Я вам даже не уверен, что хочу показать следующие слайды в том, как он выглядит сейчас. Ну, вы просто посмотрите. Ой. Так. И так. Я понимаю, что надо заканчивать лекции. Хорошая нота, да? Уже все плохо. Уже дальше плохо не надо. Это в процессе строительства. Когда это все строилось, и потом многие архитектороведы, доктора архитектуры, очень многие критики говорили, что в эти 30-е годы в киевских домах Каракеса заложено новаторские планировочные решения. Входы в квартиры с разных уровней, очень широкий корпус, совершенно необычные планировки, которые актуальны даже сегодня. Это были открытия. Ничего подобного до того не было, ведь киевские доходные дома имели совершенно другую структуру и планировку. Здание Каракеса можно и нужно изучать с точки зрения плана, пластики, силуэта, материала, я от себя добавлю, проработки деталей, понимание, что такое городской контекст и что такое городская история. Потому что об этом часть далее будет. Тогда же, продолжая работать со своим основным заказчиком и очень много преподавая, он строит на месте на площади Софийской, на месте, что-то снесли, Георгиевской церкви, Георгиевской церкви, он строит еще один жилой дом. Очень сложно, вот он, вот это, понятно где это? У нас экскурсия по Киеву такая, что даже если вы не очень хорошо Киев знаете, вы в нем же хоть раз-то бывали все, правда же? Тут как бы такие места, что вы знаете о чем идет речь. Значит, София, Богдан Хмельницкий, там дальше Михайловский, вот это, тут дальше Михайловский, вот этот самый дом. И он его прорабатывает так, чтобы решить очень словные вопросы. Давайте сначала я объясню какие вопросы. Проектируя современный жилой дом с немалым объемом площадей, Зочи сумел виртуозно решить сложный городской узел, это критика тогда была, городской узел, перспектива улицы Золотоворотской, площадка уничтожена именем воинствующих безбожников Георгиевской церкви, и соседство с барочным Софиевским собором. Задача решена с честью, всем вызовом дан ответ. Перспектива Золотоворотской, византийский фронтон, византийская стилистика, на месте церкви сквер, а в рефренс колокольней Софии прозрачная барочная башенка, которая построена в знак неприходящей ценности и красоты Софии Киевской. Он очень много эскизирует, он очень много рисует видов, как это будет сочетаться, потому что понимает прекрасно, что нельзя коровье седло, ну не будет оно смотреться, нельзя подойти в одном и том, в разных местах с одним и тем же типовым проектом, с одним и тем же подходом, что строить на Арсенальной надо так, а строить на Софийской площади надо совершенно по-другому, потому что ты понимаешь, с чем оно будет сочетаться. И сделать это надо при этом не буквально плагиат, создавая псевдо-нео-украинское барокко, а делая как бы некую такую игру, в чем-то даже постмодернистскую, с тем, что находится рядом, с вот этой византийской стилистикой на территории Софийского собора, с корпусками и палатами, но так, чтобы это все-таки решалось уже языком 20 века. Я сейчас нормально объясню? И отдельно он пытается понять, как будет увязана эта башенка с остальной композицией. Это ему, кстати говоря, стоило очень больших неприятностей в жизни. Он много эскизирует по-разному, пытаясь представить себе, как оно будет выглядеть. Это работа, это карандашный рисунок, когда еще была эта башенка. Некоторые вот тут напрягаются, пытаются вспомнить башенки. Не пытайтесь, ее нету там. Сейчас объясню, как так получилось. Это рисунок Валентина Ивановича Ежова, замечательного архитектора, ученика Каракиса, одного из тех двух моих учителей, очень хорошего художника. Вот он, Фельдман построил довоенный Севастополь, а Ежов послевоенный Севастополь. И он, значит, забразил вот тогда карандашный вид, как это выглядело, насколько это была единая целая гармоничная картинка с работой Каракиса здесь. Он отдельно прорисовывает, как выглядит вот этот угловой, такой шарнирный башенный объем этого жилого дома, прорабатывает отдельные его детали. Вот там, посмотрите, каждый такой фронтончик, кимпанчик, наличничек, каждый имеет свою деталировку, детализацию. И это все при том, как это говорилось, социалистическое по духу, да, а, нет, национальное по форме, социалистическое по содержанию. То есть оно социалистическое, конечно, по содержанию, но с другой стороны, оно украинско-борочное по духу, по форме своей. Так это выглядело до того момента, пока уже после войны в Киев не приехал гости к Никите Сергеевичу Хрущеву Вацлав Гомулка. Он его возил по Киеву, показывал ему, чего значит у нас тут в Киеве вот после войны все разрушено, мы его восстанавливаем из руин. Водил, водил, показывал, Гомулка смотрел, смотрел, и тут как раз на Владимирской он тычет пальцем сюда, на башню, говорит, А почему у вас? Хрущеву он это говорит. Теперь в Стокольком партии Польши. За несколько дней башенку убрали, потому что она у него ассоциировалась с церковью. Все. Ничего объяснить дальше. А как это? Вот так. Эта вся история придумана не сейчас, не в 2016-2017 году. Эта история существует очень давно. И так это выглядит сейчас. В несколько кастрированном виде. Там и много другого было до того момента, пока уже после войны в Киев не приехал гостик Никита Сергеевича Хрущеву Вацлав Гомулка. Он его возил по Киеву, показывал ему, чего значит у нас тут в Киеве вот после войны все разрушено, мы его восстанавливаем из руин. Водил, водил, показывал, Гомулка смотрел, смотрел, и тут как раз на Владимирской он тычет пальцем сюда, на башню, говорит, а почему у вас? Кручеву он это говорит. Теперь в Стокольком партии Польши. За несколько дней башенку убрали. Потому что она у него ассоциировалась церковью. все. Ничего объяснить дальше будет. А как это? Вот так. Эта вся история придумана не сейчас, не в 2016, не в 2017 году. Эта история существует очень давно. И так это выглядит сейчас. В несколько кастрированном виде. там и много другого, чего не так, как было при Каракисе. Но это прям видно откровенно. Да. Это было в 46-м. Еще одна известная вам постройка. Еще одна работа Каракиса. Кстати, по поводу того, что он вернулся в 56-м, он потом еще в 68-м еще много чего хорошего сделал. Со временем. Знаете, где это? Андреевская церковь, Десятинная гора, Национальный музей истории Украины. Это проект Каракис. Это специализированная киевская художественная школа. Меняется язык, меняется артурная мода, несмотря на то, что он по духу конструктивист, он воспринимает эти вещи, но важно, опять же, не обилие декора, не обилие всего этой позолотой красоты, а важно пропорции, важна общая культура. Тем более, здание проектировалось не как музей истории Украины, а как здание школы, художественной школы. Проектировалось оно совершенно для другого места, для улицы Ленина, там, где находится улица Ленина на Лесе Украинки. От метро театральная к опере, что у нас идет? От Кречатика. Бывшая улица Ленина, это Лесе Украинки, по-моему. Метро театральная. Ну, короче говоря, Киевпроект, знаете, где находится? Такое здоровенное здание, вот это вот, на этом месте должна была быть эта школа. Заказ на это здание исходил, тогда уже Киев столицей был, уже столица переехала из Харькова в Киев, от Станислава Кассиора. Как говорят, в том доме, где, который предполагалось разобрать, и на него месте построить для детей одаренных, обдарованных детей, художне обдарованных школу, жил родственник Балицкого наркома внутренних дел Украины, и поэтому решили, ну, чего там сносить дом, где живет Балицкого родственник, и строить там школу детям, когда к этому времени, это вот, главный фасад, это задний фасад этого здания, если вы обратите внимание, то, чего нет, сейчас нет этих скульптур аллегорических, которые для школы предполагались, нет во фронтоне вот этой горельефа цветного, а решают, что поскольку в 28-м году десятинную церковь уже взорвали, то это прекрасное место для того, чтобы на месте десятинной церкви построить работу Каракеса. Каракес говорит, я болею за сохранение культурных ценностей, вы взорвали церковь, ладно, фундаменты трогать нельзя, он начинает спорить, это была десятинная, это десятинный переулок, вот туда, Андреевский, вон он, пошел Андреевский спуск, ну вы знаете, где фундамент Андреевской церкви, вот он, и они говорят, строить будем здесь, Каракес говорит, давайте не здесь, давайте тут, а тут склон, оно осыпется, он говорит, давайте подумаем, я подсчитаю, давайте сделаем так, чтобы оно не сыпалось, идет серьезный спор, он говорит, я не позволю строить свою церковь, ой, господи, строить свою школу на месте церкви, это безобразие, это неуважение, это преступление, ему на ногу во время этого его выступления наступает Павел Петрович Постышев и говорит, молчи, если ты не построишь эту школу, на этом месте построит эту школу кто-то другой, и несмотря на то, что это было незадолго до того, как Постышева тоже уже репрессировали и расстреляли, и несмотря на такое тяжелое положение дел, здание было построено не на фундаменте Десятинной церкви, и это действительно одно из таких ярких достопримечательностей Киева и того, как оно расположено, несмотря на то, что рядом есть доминант Андреевской церкви, это здание не мешает ей, оно находится в ней в гармонии. Как он это делал? Как он знал тайну? Как сочетать эти вещи? Как их мирить между собой? Потому что они совершенно стилистически разные, совершенно по объему разные. Андреевская церковь ажурная вертикально, он такой распластанный, охватывающий вот эту площадку перед ним еще и вот этот сквер формирующий перед собой. Тем не менее, ему удавалось эти вещи сочетать, учитывая рельеф, учитывая контекст, учитывая зелень. Его принимает союз архитекторов и на этой фотографии она очень показательная. Здесь немало харьковчан. Это Константин Николаевич Жуков, построивший худпром, которого в 1940 году зарезали в трамваи. Это Василий Григорий Кличевский, построивший в Харькове фасады всех основных зданий Загозкина, Бекетова и всех остальных, с которыми он работал, преподававший, создавший трезуб, уехавший в Венесуэлу, в Каракес, в общем, тоже человек непростой судьбы. Яков Штейнберг, преподававший в Харькове, построивший очень много конструктивистских зданий в городе, из которых практически ни одно не сохранилось, ни здание не сохранилось, а не сохранилось в том виде, в котором он их построил. Они все были облагорожены, облицованы, украшены, приделаны к ним колонны и сделаны так, чтобы оно нравилось людям. Ну, например, здание обладминистрации от Штейнберговского МИДа или здание Хире. Ну, тут Хире оставим в покое. Александр Ленецкий, вот там, где Лупа на Веде, на самый высокий стоящий вверху, это Хаторг, центральный универмаг до реконструкции, это консерватория, вот с башенкой угловое вот это здание, это ДК Пищевик, много-много-много других конструктивистских и классицистических зданий, потрясающий мастер. Кто здесь еще из харьковчан такое есть? Ну, и сам Каракис. История этой фотографии, у этой фотографии есть очень быстрая и понятная история. Вы видите, что его пиджак, черный, отличается вот как бы по контрастности своему виду от остальной одежды, как будто немножко вот, ну, ретушь была произведена, но как-то контрастнее здесь находится. И окно за его левым плечом, ну, в смысле, правым плечом, если так смотреть, справа от него, тоже несколько отличается. Рядом с ним стоял еще один архитектор, который тогда был зачислен, принят в союз архитекторов, который в скором времени оказался врагом народа, был репрессирован, и для того, чтобы он не портил снимок, его закрасили, заретушировали, отчего пиджак Каракиса стал сильно черным и контрастным. В этот момент, перед началом войны еще история пока не окончательно доканывала его, хотя уже неприятности потихоньку начинались. Когда он строил это здание на арсенальной, кроме всего прочего, тогда ему пришла в голову идея, надо же работать, это плохая фраза для людей, надо строить и проектировать не на показуху, надо понимать, кому ты это делаешь. И тогда он предлагает построить на вот этой площадке комплекса зданий на улице Январского восстания, вот это арсенальное, на склоне Днепра, обращенную к Днепру и спускающейся большой лестницей террасной вниз, к берегу Днепра, детский садик и дворец. Первый детский сад завода Арсенал под названием Орленок. И вид этого здания должен быть такой, но он решает не только то, что оно будет с колоннами, то, что оно выглядит как такой прекрасных пропорций греческих храм. Действительно дворец. Какие там возможности принимать солнечные ванны, как терраса открывается на Днепр с видом на левый берег, когда еще пустой и не застроенный. Как можно принимать солнечные ванны, это одно, но какая площадка перед ним будет. Прямо перед ним будет находиться бассейн, мебель, коридоры, оформление интерьера, все продумано так, чтобы это было максимально удобно и в то же время, чтобы оно нормально смотрелось в этом месте города, в этой части Киева и увязано было с окружающей архитектурой. Вот пушка опять, вот это дом построенный, вот это непостроенная часть, а вот детский сад. Вот он. Причем тот фасад, который я вам показал, это как раз тот фасад, который обращен, как бы задний фасад, который обращен на Днепр, на реку. вот перед ним бассейн, детский садик, художественная школа для талантливых детей, детский сад, дворец и квартиры для членов партии правительства. В этом есть какая-то, ну, справедливость, все лучшее ж кому. Это главный фасад, вот это сейчас он на нас обращен, главный фасад, и видно вот там открытые такие террасы для того, чтобы можно было, балконы террасы, для того, чтобы можно было там принимать солнечную ванну. Вот она сзади без крыши, а здесь просто балкон. Тоже, кстати говоря, учтен рельеф, что он на склоне находится. Его расположение в таком месте сейчас, конечно, стало причиной для большого количества зазыханий. Ну, объяснять не надо, да? Зачем ему там детскому садику? Что за дети там учиться должны, в смысле заниматься? Начинается война, его, он оказывается в Узбекистане, в военные годы, в эвакуации, в военные годы он продолжает работать, я не буду сейчас подробно об этом рассказать, потому что, в общем-то, время это тикает, и надо перейти к основной части, к остальной и основной части сюжета. он строит гидроэлектространство в Ферганской долине во время войны, и говорят, что по тому, как было организовано это строительство, по тому, как это происходило, это было сопоставимо с первыми ударными, 42-44 год, первыми ударными стройками первой пятилетки. Это один из самых, до сих пор, почитаемых архитекторов Узбекистана, Узбекской ССР. Он фактически был тем, кто формировал архитектурную эстетику там, находясь в эвакуации. Но от гигантской электростанции, от ее монументального вида, до всаманных домиков. Тоже очень, вот к слову, о контексте и умении не действовать по шаблону и штампу, как ты одиннажды выбрал, а умение посмотреть вокруг и понять, что одно уместно в Киеве, и у Киева своя формула, а там другая, это саманные домики. Оказавшись там, он очень быстро начинает учиться опять, как будто он ничего не знает про архитектуру, он воспринимает эту часть профессии. Кстати говоря, очень классные саманные домики. Объяснять, почему они классные? Ну, понятно, в общем-то. Вернувшись в 44-м году, он первым делом, когда он приехал в Киев после освобождения, проверить, школа цела ли, ну, там, где музей. Школа цела. А Крещатика нет, вообще. Я опять же, когда-то, так какой-то, я не помню, лекция рассказывала, как история с подрывом, поджогом Крещатика, что долгое время же всегда бытовала версия, что это немцы разрушили Крещатика, хотя киевляне знали, что наши сами его подрывали, сжигали, и что фактически за поджог, поджог и уничтожение Крещатика стало поводом для бабьего яра, потому что немцы сказали, что комиссары и жиды сожгли Крещатик, поэтому, значит, всех жидов баби-яр, но Крещатик был ужасной руиной, это был разоренный, самая главная артерия города, она превращена была вот в пеплище, и один из первых конкурсов, причем он был полуоткрытый, полузакрытый, который был объявлен, это был конкурс на восстановление Крещатика, было много проектов, и в одной из групп вместе со своим учеником, бывшим коллегой Добровольским, и вместе со своим учителем, бывшим Штейнбергом, участвовал и Иосиф Юлевич, его проект, сейчас мы до него дойдем, очень много было споров, были даже внутри этого конкурса о том, каким быть Крещатику, конфликты, но к этому времени было совершенно понятно, что вектор советской архитектуры очень сильно развернулся, что идет оно в сторону сталинского импира, и что восстановление Крещатика, это по сути дела такой очень показательный проект, то, как он будет выглядеть, не как он будет работать, не насколько он будет удобен, не настолько, а вот как оно будет выглядеть, как оно будет репрезентовать столицу советской Украины, говорит о ее духе, я сейчас, это смыслы, это не функция, проектов было много, проектов было достаточно много разных, это проект московского архитектора Гольца, академика архитектуры, который посмотрел, увидев работу Каракиса, подарил ему свои кальки, чертежи, своей реконструкции, с дарственной надписью в знак уважения к его позиции, Каракиса, это тоже от его проекта, Гольца, место понятно же, да, ну вон почтам, вон Майдан, вот Майдан, вы узнаете место? Этого нет, этого не построено в таком виде, но надо немножко включить воображение, и становится понятно, что место хорошо знаешь. Это тоже Майдан. У Крещаника есть одно очень важное, очень классное преимущество для архитектора, какой бы проект не был принят, он изогнут. Соответственно, вот этот фасад зданий, он всегда будет представлять собой такую развернутую панораму, которая охватывает. Это изначально Иосифу Юльичу дало сложную ассоциацию. Вы сейчас поймете какую. По-моему, кое-что напомнило. Вот это панорамное раскрытие. Но это еще не оно. Видите, да, по плану, как оно идет? Видите, как оно идет, изгибаясь, как оно идет, изгибаясь. Вот этот проект, кстати, тут очень наглядно видно, что несмотря на то, что он изгибается, его как бы насильно выравнивают, спрямляют. Это гостиница Украина, бывшая гостиница Москва, которая изначально должна была быть со шпилем. Вот такой. Вот тут колонна киевская. Каракис пишет, каким будет Киев через 20-30 лет, говоря, ну, по сути дела, от этого зависит, как сформируется Киев, каким будет Крещатик, не Киев, каким будет, от Крещатика, говоря о Крещатике, нужно говорить о его роли в формировании Киева. Каким будет Киев через 20-30 лет? Вот что он ему напомнило. Изогнутость этой композиции улицы Крещатик, ее панорамное раскрытие, когда перед тобой полудугой выстраивается фронтон, он предложил его сделать вот таким. Он предложил сделать по аналогии с Газпромом систему трехуровневых горизонтальных связей, подземных, надземных и повышенных. и превратить его не в систему фасадов, а в систему функционирующей улица-город, когда все вот эти транспортные связи, когда возможность не лицезреть фасады, замирать перед ними, а когда можно проходить и так, и так, и так, перпендикулярно, вернее, веерно раскрытие, это очень важно. Я думаю, что просто эти кадры, они из книги взяты, в этом есть некая натяжка, аналогия между Газпромом и проектом Каракиса для реконструкции Грещатика, но вот на верхней части очень наглядно видно, вот посмотрите, что является вертикальной доминантной такой панорамой Грещатика. Колокольная Софийского собора и Софийский собор. Фактически для него это является функциональной декорацией, функциональной ширмой для жизни города вокруг себя. Это просто полностью переосмысливает роль Грещатика, формирование Киева, через 20-30 лет. На сегодняшний день Крещатик это прекрасная работа добровольского, который является одним из лучших учеников, коллег, друзей Иосифа Юрьевича, но с этим очень устойчиво так или иначе связано вот тот образ советского, украинского Киева с фасадами Крещатика, который настолько вот в духе конца 60-х, 70-х, даже 80-х годов. это то, о чем он говорил, это же не вид, это смыслы, это то, что оно несет. Ты понимаешь, вот это тот дух, который старались создать, создали, у них хорошо это получилось, но этот дух, это дух более ориентированный в будущее, дух как бы несиминутного ощущения. В 44-м году, кроме участия, да, проект Каракиса, конечно, не был принят для участия, для реализации строительства Крещатика. В 44-м году он начинает работу в городе тогда Ворошиловограде, в Луганске, над строительством гостиницы в центре города, которая на сегодняшний день считается одной из визитных карточек, главных достоверномечательностей и, проще сказать, наверное, самым красивым зданием в Луганске. он создает, сначала гостиница должна была называться Москва. И он создает ее как бы тематически, раскрывая по-новому формы, язык. Но, когда ее открывали, это было приурочено к октябрьским праздникам. Поэтому строилась гостиница Москва, открыли гостиницу Октябрь. Но это же Ворошиловоград, то есть Луганск, то есть это Украина. Поэтому на первом этаже гостиницы Октябрь был ресторан Украина. И это тоже был важный фактор и в смыслах, и в ее названии. Он применил совершенно другой подход, и он был одним из первых, кто это сделал, мозаичного ковра из кирпича. Это не, опять же, это не плагиат, это вот ни на что в его предыдущих работах не похоже. Он все это создавал заново, с нуля, много эскизируя, много пытаясь найти вот как минимальными средствами добиться максимальной декоративности и выразительности, а главное, он достаточно, это 44-й год, еще война идет, он достаточно много времени посвятил тому, что делал зарисовки, наброски с Ворошиловограда того времени, потому что он есть такой практически низкоэтажные застройки, и как почувствовать, опять же, формулу города, как почувствовать, как это будущее его гостиницы, которая будет совершенно инопланетно смотреться во всем этом контексте, как она встанет сюда. Это эскиз оформления вот этой ковровой стены. Потом исследователи говорят, что он фактически попытался, не попытался, изобразил кылым такой подольский, что этот орнаментальный рисунок, который он здесь берет, она же Украина. Это украинский такой мотив ковровый, орнаментальный. Хотя, с другой стороны, он только из Узбекистана приехал, вернулся. Ну, красиво же, черт возьми. Очень красивое здание. Очень удачное. За что он и получил параган? Не так, как здесь? Конечно. Ну, и сейчас не так выглядит. Оно там сейчас еще пристроено, там навешено. Ладно, про сейчас вообще я не говорю. Ладно. Часы наверху, поскольку изначально же строилась Москва, со Спасской башней, той же выложенной из кирпича, с такой кремлевской стеной, одни говорят с кремлевской стеной, другие говорят просто с таким орнаментальной вязью. Некоторые сравнят ее с Царицынским дворцом в Москве. Вот, слово в 80-х годах, 57-й год. но и очень важный момент, да, в Луганске всегда рассказывали с той, что ее строили немцы, что это, ну, вы знаете, да, все, что есть хорошего, пленные немцы. Нет. То есть, я не лишаю немцев права на то, чтобы сделать что-то хорошее, конечно, но вот нет. Слово жадобандеровец первый раз было использовано для Иосифа Юрьевича Каракиса в начале 50-х годов. Именно из-за гостиниц. С одной стороны, он конструктивист, значит, безродный космополит. Ну, в смысле, он не имеет вот этого ощущения места и времени национального. А с другой стороны, она явно является, как и та башенка на Софийской площади, явно является парафразом каких-то украинских мотивов, значит, он украинский буржуазный националист. Началась кампания по борьбе с безродными космополитами, масштабнейшая антисемитская кампания, она добралась до Киевского инженерно-строительного института, и по этой кампании было найдено две жертвы. Профессор Яков Штенберг и доцент Иосиф Каракис. И Портком постановил, осудив их за украинский буржуазный национализм Штенберг покаялся и остался работать, а Каракис не мог понять, как может быть одновременно и то, и другое. Тут либо одно, либо другое. Потом есть в этой книге вообще такая записка, которую он выписал из энциклопедии Баргауза и Ефрона, что такое космополитизм. Он говорит, там нет уже негативной оценки. Это человек мира, человек, для которого общемировые ценности важны. За что меня обвиняют? Я всю жизнь работал по совести. И когда его вызвали на собрание, он вышел и сказал, я всю жизнь работал по совести. Все. И не покаялся. Его выгнали с работы, запретили преподавать, вообще лишили возможности как-то выживать, потому что он не может строить, он не может проектировать, он один из лучших специалистов, он один из самых величайших, это все знают, все архитекторов в советской Украине, и он не может преподавать. История, которая уникальна для сталинских времен, один из его студентов, Райловский, собирает своих друзей, и они пишут так называемое письмо 13, комсомольцы же, в защиту Каракиса, и говорят, что если вы уволите Иосифа Юльевича, нашей школе, не в смысле кисть, а вообще архитектурной школе, будет нанесен непоправимый урон, мы все за него ручаемся, это лучший специалист, который есть, это лучший учитель, лучший архитектор, лучший ученый, лучший мыслитель, не трогайте его. Они не имели права не отреагировать на это дело, было несколько заседаний, они говорят, мы вас выслушали, но партия лучше знает, поэтому письмо осталось без последствий. Отвечу, да, незаданный вопрос, как это к ним имело какое отношение. Зачинщика никак не наказали, он как бы провел сознательность, честность, он заступился за своего учителя, которого уважал, нормальная человеческая позиция. Его запихнули, а он был лучшим на курсе. Это было, он известный американц теперь, села Киевский, а потом американский архитектор. Он, один из его любимейших и лучших учеников, Каракиса, его засунули в какой-то Куйбышевский сельхоз, строй, куда-нибудь подальше, чтобы он проектировал фермы-коровники. Его, который должен был участвовать в проектировке Крещатика. Тогда кто-то из больших архитекторов, тоже из бывших учеников Каракиса, который к тому времени занял очень видный пост, ему написал письмо бывшему студенту. Тоже говорит об этом человеке очень хорошо. Говорит, я тебя оттуда вытащу, бросай, я пишу запрос, чтобы тебя открепили, ну это же распределение, открепили из этого Куйбышевского сельхозстроя и возвращаются в систему украинского в Киевпроект. Никакой реакции. Они писали второй запрос, никакой реакции. Он пишет, говорит, под мою ответственность, бросай свои дела, приезжай, я тебя просто беру к себе в отдел. И вытащил его оттуда. Прямых последствий, какие могли бы быть в то время, это еще пристали, 51 год. Не было, но тем не менее, в общем-то, и никакого позиции, ну кроме того, что есть все-таки некоторое количество приличных людей, которые могут сказать, не боятся сказать слово в защиту великого, честного человека. Никаких это последствий не было. Дочку его, Ирму, ей поставили, она была, как это, ленинской или сталинской стипендиаткой. Она была лучшей. Получала повышенную стипендию. Ей, понятно на чем, на марксизме и ленинизме ставят тройку. Срезают не то, что ленинскую, вообще стипендию. А это, ну, деньги, на которые, у нее уже денег нет. А тут еще, ну, я об этом не говорил, как бы это, знаете, слишком такой пафосный разговор. Его интересовала работа. Он никогда не выдвигал свою кандидатуру ни на какие премии, ни на ленинскую, ни на сталинскую, ни на государственную, ни на республиканскую, ни на какую. Строю, главная награда, что я могу построить то, как я считаю нужно. он никогда вот эта там машина, квартира, шмартирует. Зачем? Надо. Ну, предположим, здесь есть люди, которые помнят, что в Советском Союзе многие, ввиду отсутствия возможности материальных благ, не сильно по этому поводу заморачивались. Но, когда его увольняют из института и со всех проектных организаций, это уже серьезно, им жить не на что. Они занимаются тем, что жена его, Анна, и дочка Ирма набивают по трафарету рисунок, он режет трафареты, разрабатывает, они набивают по трафарету краской рисунки, чтобы как-то прокормиться. Причем, ее Ирму, дочку унизили тогда еще очень сильно, потому что преподаватель, ну, какой-то обвинил его, что ее отец, сидят студенты, группа, ну, всякие же ребята тоже бывают. Среди них большинство нормальных людей, пару сволочей будет. Когда преподаватель марсизма, ленинизма, лить там, чего-то такого, непрофессионального, а отец вашей студентки, ваш, вот ее студентка, строит буржуазно-ноционалистические здания на Печерске, как чувствует она себя? Лучшая на курсе, самая талантливая, когда вот ее вот так вот с дерьмом смешивают. Главное, что вот это ощущение, они, вся семья чудом, благодаря тому, что он имел возможность эвакуироваться своим институтом, они все не оказались в бабьем Яру. Вот только-только это было. Девять лет назад все, кто здесь был, десятки тысяч людей лежат в этом самом Яру, их кости лежат. И вот эта вот вся машина начинает работать по новой, теперь уже в таком виде. К нему обратился его коллега, говорит, Иосиф, ты великий архитектор, а Алешин, вступившись за него, говорит, этот человек очень одаренный, безусловно одаренный. То есть, он там не вдавался в буржуазный националист, безродный космополит, но то, что ты талантливейший архитектор, Алешин сразу сказал, это же его учитель, это же самая крупнейшая величина в советской архитектуре, Алешин. И его коллега, не буду его назвать фамилией, его пригласил, говорит, я тебе дам работу, ты хоть как-то прокормишься. Сейчас занимаемся проектированием московского метро, будешь рисовать интерьеры московского метро. И, а ему ничего не надо, четвертушка ватмана, карандаши, решина, ну вы же видели, и вперед вот это вот все рисовать и красить. Оказалось, что этот человек, который его, так сказать, поддержал, он был одним из инициаторов выдвижения кандидатуры Каракиса на роль безродных, космополитов. До последнего своего дня Иосиф Юлевич, который, ну, святой человек, наивный, честный, верящий в людей, в это поверить не мог, а да, ему все говорили, ну, ты не понимаешь, что тот же, кто тебя как бы помогает, он же тебя и погубил, это же, ну, это же очевидно, это зависть, это желание посидеть коллегу, это желание как бы прокормиться за счет его, вот таким макаром, таким образом. Ну, не может этого быть, я же его сто лет знаю, он же же товарищ мой. Да, так бывает, так оно и бывает, чаще всего. Но, как он сам писал, он говорит, да нет, я легко отделался, мне же готовили колыму, а я просто был выгнан из института и потерял возможность проектировать устройство. Но, конечно, специалист такого уровня, он не мог остаться вообще не у дел, поэтому его потихоньку, потихоньку использовать начали в разных структурах, и многие его, и ученики, и коллеги, понимая, что, ну, это колоссальная несправедливость, вернули его в профессию, и он еще многое, я просто смотрю на время, да, правильно, надо закругляться, он еще многое успел. Первый его проект, который связан, первый его проект, который после репрессий, фактически, которые были над ним произведены, это проект 1953 года в Харькове. Он стал заниматься типовым проектированием, но типы тоже разные бывают, школ. Это школа на Луи Пастера. На ХТЗ. Это проект? Это она. 1954 год постройки. За нее он получил награду, ну, не он получил награду, проект получил на каких-то конкурсах, на каких-то выставках. Она не, вы, не только на Пастера она есть. Есть другой проект, и вот это, поскольку я же говорю, автор википедист, он мне не позволил, ну, как это, непроверенные данные говорить, но не все живут в жизни с присутствующих на ХТЗ, я опознаю школу на Пастера. 116-я, на культуры. Она шире, она больше, она выше, но это тоже проект Каракиса, второй тип проекта, более крупная школа. 116-я школа имени молодой гвардии, которая. Покажите мне руками, кто понимает, о чем идет речь. Ну, и очень много разных типов школ, огромное количество разных типов школ для Харькова, Киева, Кривого Рога, Краматорска, Донецка, Луганска, для Украины, не только Украины, по всему Советскому Союзу, в которых он отходил от того типового проектирования, который мы все знаем, он старался сделать школы низкими, он старался делать школы одно-двухэтажными, он старался делать школы с огромными окнами, он старался, чтобы классы были квадратные, для того, чтобы все находились в таком зальном, видели американские школы, класс, как устроен, и чем принципиально отличие от наших. Это другой способ расположения в пространстве, в зальном пространстве, аудитории, более равные условия. Первая парта, последняя парта, или если она квадратная, люди находятся в более равных условиях сами по себе. Он старался делать так, чтобы они состояли, они не представляли собой одну огромную такую кишку, они состояли из системы смежных таких пространств, разделенные внутренними дворами. И мы говорили, зачем такая трата земли под такие школы, если можно строить вверх, для того, чтобы эти дворы, это же дети, это не дети, это ученики, это дети, им нужно гулять во дворе, им нужно смотреть в окно, им надо смотреть на доску и слушать учителя. Нет, им нужно смотреть в окно, а не на доску, Карина. Это были действительно вещи, о которых в 60-70-е годы никто не говорил о экологичности школьного образования. Ну, кому это сто лет надо? Каракису. Он этим занимался. Он старался в типовых проектах, вот такая, хрущевки, панельки, 16-этажки, 9-этажки, сделать такие, ну, я покажу, что я тут буду рассказывать, показать надо. Ну, школа. Вы привыкли к таким школам? Нет. Но прежде, чем рассказать о жилье, еще об одном проекте, еще об одной истории. История с Бабьим Яром, вернее, с мемориалом на месте Бабьего Яра, отдельная, очень страшная история, потому что киевские власти старались сделать из этого все, что угодно, но только не мемориал. И самая такая, ну, много есть известных из Харьковской истории, когда композитора Дмитрия Клебанова за его произведение, посвященное Бабьему Яру, изгнали союза композиторов, подвергли репрессиям. И многие другие вещи, когда говорили, здесь погибли советские люди. Говорят, да не советские люди здесь погибли. Это место придумано для другого. Здесь не нужны огромные бетонные символы. Это кладбище, это мемориал. По этому месту нельзя ходить ногами, по этим костям, по этой памяти. Его нельзя касаться. Это должно быть святынь. Ну, помните же вот это Куреневское наводнение, когда там Паводок, это раз это было, и еще погибли там люди. И это была грубейшая глупость, преступление. Когда Евтушенко и еще один очень важный момент сегодняшний рассказ, Виктор Некрасов говорили о том, что это должно быть совершенно иначе. Каракис предложил свое видение этого комплекса мемориального. Ну, даже на этом макете видно. Он предложил над самим урочищем систему таких дорожек и переходов, которые были над землей, чтобы вы, проходя над этим огромной братской могилой десятков тысяч человек, уничтоженных здесь, чтобы ты как бы на эту, не коснулся этого места, чтобы твоя память она была бы ну иной. Это тоже вещи, которые ну очень, ну, я же не хотел эту лекцию превращать в сравнение, ну просто масштаб не тот вообще, ни личности, ни разговора. Это нужно иметь огромный такт, огромное уважение, огромную внутреннюю культуру и колоссальную совесть, совесть, для того, чтобы так подходить к этому делам, участвовать в конкурсе, устраивать какие-то там проектные предложения. Его проект не был принят. Долгие годы Иосиф Юрьевич продолжал работать, занимаясь проектированием жилых зданий. И находясь в Киеве и зная его рельеф и видя, что все равно идет вот это типовое проектирование, так как будто это на третьей улице строительство в Москве, третьей улице строителей в Ленинграде, он пытался создавать вообще радикально новаторские схемы, радикально новаторские взгляды, говорят, что у него в архитектуре есть главный кумир. Главный ориентир это Фрэнк Ллойд Райт, который говорит об органическом подходе, который заключается не в формах, не в стиле, не во внешнем виде, а в том, что каждый раз ты подходишь к решению новой задачи как будто в первый раз, как будто ты первый раз решаешь ее, потому что одно дело Киевский склон, Днепровский, другое дело Киевская гора, третье дело какое-то урочище, в которое надо вписать здание. Как работать с рельефом архитектору? Ну, я об этом в самом начале говорил. Либо пригнать экскаватор и все выровнять, или попытаться использовать его таким образом, чтобы заставить его не говорить, а петь, чтобы он работал на тебя. Это очень сложно. Ты когда в Киев попадаешь, ты понимаешь, как вообще они... Ну, когда ты сейчас в Киев попадаешь, ты понимаешь, они никак они думают, а они не думают, это понятно. Вот если бы они думали, как они должны были думать бы об этом? А это наоборот, это Вавилонские башни, то есть это система вертикальных башен и вот таких опоясывающих, опять же, как будто продолжение горы, продолжение рельефа, системы террасных таких жилых корпусов, при этом имеющих галерейную планировку. То есть понимаете, что здесь перед каждым таким это не балконы, а это террасы, открытые, зеленые, ведь Киев очень зеленый город, Киев очень экологичный город, но по количеству зелени он может быть и не сильно впереди Харькова, просто за счет вот этих вот гор оно открывается всякими разнообразными ракурсами и создавая такие террасы, тем самым создаешь бесконечное количество видовых точек. то же самое. Тогда не очень много говорили о экологическом подходе, о зеленой архитектуре. Это 70-е. Это все было реально. Вот тут планировки, вот опять же, как сделать, что это не будут ячейки друг на другом, одинаковые соты, В Киеве достаточно много есть, было построено достаточно много экспериментальных домов. Даже на Троещине вот как бы есть такие. В Киеве, если пройти вот такой целевой экскурсии в странненькая архитектура Киева, жилая архитектура Киева 70-х, 80-х годов, там довольно много содержательно. Оно не стало нормальным массовым явлением, оно не вышло за пределы эксперимента. Это буквально были какие-то эксперименты, которые, к сожалению, не были реализованы в полной мере, как могли бы быть. Почему я в анонсе написал, что ежели бы о нем шла речь где-нибудь в Штатах, это был бы архитектор, которого бы знали так, как знают Миса Вандероя, Фрэнка Луидарайта, Бальтер Агропиус и других. В очень многих из этих проектов вмешивались руководящие органы, отвечая, Катя, на ваш вопрос. Он не спорил, он не ругался, он приходил домой, а там все это подчеркано, там у-то убрать, это исправить, башенка церковь напоминает, и начинал работать сначала. А шо ж? С кем тут спорить? Это на Батыевой горе башены вот такие, причем имеющие мосты-переходы, соединяющие их. В принципе, это даже реально было построить, он же не просто эскизы рисовал, не просто занимался футуристическим проектированием. Подобные вещи в Штатах, как эксперименты, реализовывались. Это же просто картина, а не эскизный проект. Но я вам в самом начале, когда рассказывал о Иосифе Юлии, почему я решил делать лекцию об Иосифе Юлии, рассказал почти обо всем, одну вещь специально оставил на потом. У меня я на нескольких разных лекциях, архитектурных в первую очередь, дизайнерских, говорил, что у меня есть любимый писатель. И называл неочевидное для многих имя. Это Виктор Платонович Некрасов. Закончивший Киевский строительный институт, ученик Каракеса, учивший работ, занимавшийся театральной деятельностью, поступавший к Станиславскому, оказавшийся на фронте, младший лейтенант, сапер, потому что он же архитектор, значит сапер, оказавшийся этот сапер в Сталинграде, проживший несколько месяцев на ящиках с детонаторами для подрыва Сталинградского тракторного завода и написавший после этой самой героической битвы за Сталинград книгу в окопах Сталинграда, получивший за нее Сталинскую премию. Написавший еще много других потрясающих, как литература моих любимейших книг. Удивительный писатель, удивительный человек. Мы когда с Олегом обсуждали вообще там Киев, его специфику, ла-ла-ла, он говорит, вот отчего вам не хватает в Киеве, Максим, Мекрасов. Этот человек, вот для меня, это человек абсолютной порядочности. Когда ты знаешь, что в этом городе, в этом городе, в Москве, в Питере, в Одессе, в Донецке, во Львове, в Киеве, есть человек, который для тебя является, как это, нравственным авторитетом, это очень важно. Который не потому, что он диссидент, он не диссидент, он просто не понимает, как можно врать в глаза. Он не потому, что он там борец с режимом, он не борец с режимом, он член Союза писателей, он лауреат государственной премии, он вообще много всего, но он за правду, он не понимает, как можно, это же бессовестно. Ты понимаешь, есть человек, у которого обнаженная совесть. Что можно сделать? Боже, какое счастье, что такой человек есть на свете. Он был очень неудобен, Некрасов, он же действительно, Сталине ему премию дали, Сталин ему премию дал за книгу в окопах Сталинграда. И он очень конфликтный был для всей вот этой спилки-песменники, в Родянской спилке-песменники, они все там как-то в ресторане «Динамик» Аракисом заседали, говорят, Вика, ну шо ж ты как-то, як неридный знамый, те шо, в падлу знамый посидете? Или там, ты ж партийный. Так я ж на фронте в партию был принят, где? В Сталинграде, под обстрелом, а вы как пришли? Ну он такого не говорил, почитайте, Некрасов. Это, ну, правда, любимейший мой писатель. Вот Виктор Платонович, вот Иосиф Юльич, вот Яков Вороной Штенберг. Да, еще один очень важный момент, Некрасов, несмотря на все свое, как бы, советскую биографию, он из вот этой недобитой белой эмиграции, вернее, реэмиграции. Там странная, удивительная такая история. Они были в Париже перед революцией. Его мать была врачом в госпитале русской, это же союзники, Франция, Россия, в госпитале во Франции, и он, они перед началом революции, они вернулись в Киев. Все ехали туда, а они вернулись обратно. И он самый киевлянен, он больше даже, для меня он больше киевлянен, чем Булгаков. Это один из лучших людей. Виктор Платонович очень ценил этого, Некрасов, очень ценил Каракиса. Его выперли. Он уехал, он умер в Париже. Ему как бы предложили отказаться от советского гражданства. Неудобный такой господин с усиками, что Белогвардейская все равно вот в этом лице есть. Один из самых близких друзей Довлатова. И он подарил своему учителю книгу свою в окопах Сталинграда с надписью Иосифу Юльевичу за правду. Виктор Некрасов. 56-й год. Потому что Некрасов это человек, для которого правда, честность важнее всего. И кому, как не своему учителю, который такой же, он должен был подарить эту вещь. Свою книгу. Последние годы Каракис жил на даче. Наконец, он построил себе дачку и на даче он строил макеты для того, чтобы понять, постичь формулу города. Для того, чтобы не на визуализациях, не на картинках, а для того, чтобы понять работу ракурсов, масштабы, рельефов, в макете, как это будет работать. И он написал очень, мне кажется, очень горькие такие слова. Мне 77 лет. Не по своему желанию я стал пенсионером. Я здоровый, крепкий, могу быстро и долго ходить до 6-8 часов подряд. Могу копать землю, работать топором, носить воду из колодца, поливать деревья, огород, цветы. Уничтоженный, лишенный прав заниматься своей специальностью, которой занимался более 50 лет. Могу чертить, рисовать, красить, работать без очков. Пенсионер, я живой труп, лишенный права работать по призванию. Почему так? Его помнят. Его помнят, его ученики, те, кто понимают, у которых есть Сибуми, которые понимают, насколько это яркая фигура в истории отечественной, не только отечественной, мировой архитектуры, что это архитектор мирового масштаба, а не киевского. Его помнят и по-другому. Давайте, я сейчас к этому мыслей подойду. Потому что, я уже об этом говорил, его сейчас обвиняют в том, что из-за него была взорвана Десятинная Церковь, из-за него был взорван Михайловский Золотверхий Собор. Именно этот архитектор, безродный космополит и украинский буржуазный националист построил советский, советский, коммунистический Киев и фактически на нем лежит ответственность за это дело. Было немало публикаций и в второй половине 90-х годов, и в нулевые годы, где Каракеса уже посмертно, уже после всех обвинений, и реабилитаций, и спустя время опять обвиняли в каких-то смертных грехах. Понять, почему так нельзя. Было немало сказано в его защиту очень умными, уважаемыми, серьезными людьми. Я считаю, что это, в общем, на самом деле бесполезно. Тому, кому ничего не докажешь, доказывать-то нечего. Не надо ничего доказывать. Но он знал одну очень важную вещь. Архитектор не имеет права строить, если он не решил формулу города. В нее входит очень многое. Не только среда, а и все. Воздух, история, рельеф, многое-многое-многое другое. И он строил в Киеве, в первую очередь. И он всю свою жизнь пытался понять, постичь формулу этого города. И он, я уверен, внутри себя все равно сомневался и говорил, что до конца ее постичь, наверное, он не смог. Я думаю, что и никто не может. Это был абсолютно за правду архитектор. Очень жаль, что таких мало. Очень жаль, что мало кто о них помнит. И вообще, всю идею сегодняшнего разговора у меня была именно в том, чтобы рассказать вам о нем. Я обещал вам в конце сегодняшнего рассказа короткую экскурсию по Киеву, которая очень, на самом деле, для меня ярко иллюстрирует все вот эти скандалы, склоки, взаимообвинения, гонор, собственные амбиции, тщеславие и неуважение к истории, воздуху, месту, рельефу, контексту, всего, чего там перечислено как формула города. Вы выходите из станции метро Арсенальная. Вы помните место, вышли. Станция метро Арсенальная. Перед собой вы видите на постаменте пушку, с которой началась январская восстание, потому что улица Ивана Мазепа, по которой мы сейчас пойдем в сторону Лавры, это улица январского восстания на заводе Арсенал. На самом деле, на этом же самом постаменте до 1918 года стоял памятник полковнику Кочубею и Истри, которые написали донос на Петра Первого, которые написали донос Петру Первому на Ивана Мазепу. Ну, Полтава, Пушкин, ПМ, помните, да? Кочубей, Истра, этот памятник был демонтирован, а постамент оставлен не красными, этот памятник был демонтирован Центральной Радой, поскольку они доносчики на Мазепу, соответственно, еще в 1918 году, до январского восстания, был демонтирован памятник Истрии и Кочубею, а после окончания Гражданской войны на этом памятнике, на этом же постаменте был поставлен памятник Пушки, которого началось январское восстание, и улицу переименовали. Если вы обернетесь назад, над собой вы увидите прекрасную, талантливейшую работу гениального украинского советского архитектора Иосифа Юлевича Каракиса, замечательный пример позднего конструктивизма и раннего мирового европейского арт-деко, работа, которая отличается пластичностью, чистотой, ясностью пропорций и форм, посмотрите на нее, что тут еще говорить? Если же вы войдете во двор этого дома, то вы увидите, что подобно многим харьковским и киевским зданием в 1665 году задний некрасивый серый фасад этого унылого модернистского здания Каракиса был обложен кирпичом для того, чтобы придать ему более облагороженный вид. И тогда же были застроены лоджии, которые удобнее превратить в уемкие комфортабельные балконы, убрав полуколон. Это 65-й год, вам ничего эта вообще история не напоминает? Если же вы спуститесь чуть-чуть дальше по переулку в сторону склона мы строим коммерческой архитектуры, мы строим детские сады, мы строим школы, мы строим хосписы, мы строим социальную архитектуру. Я говорю, почему? Мы же муниципалитет, мы этим должны заниматься. я говорю, а можешь вот это нашим рассказать? Она говорит, они что, меня услышат? Она же в Хисе училась, она же наш архитектор, она знает, о чем говорит. Она показывает альбом своего портфолио, своего проектного отдела, там детские садики, но это же не так понтово. Ну, детский сад, ну что тут, какие деньги? Библиотеки, опять же, куда они входят? Сколько построено за 25 лет независимости Украины детских садов? Не в Харькове, в Украине. Сколько построено за 25 лет независимой Украины государственных домов для пенсионеров? Престарелых. Дальше объяснять? Нет. И поэтому, спустившись, вы увидите ту работу Иосифа Юлевича, которая как раз ярко демонстрирует те странные наивные идеи, которые были в его голове в 30-е годы. Это не говоря о художественной школе. Дальше, если мы пойдем по улице, вернемся на Январское восстание, Ивана Мазеппе, по улицу и пойдем в сторону Лавры, мы идем как бы по территории разрушенного в 28-м году Николаевского монастыря и собора и дойдем до площади, где мы увидим прекрасную, я не иронизирую ни капельки, гостиницу Салют, работу одного из любимейших, лучших учеников, опять же, Иосифа Юлевича Каракиса, Абрама Милецкого, гениального по общему убеждению, это правда, еще одного, можно отдельную лекцию о Милецком сделать, киевского архитектора, которая была провокацией, потому что он говорит, я построю гостиницу, которая будет находиться на маленькой одной опоре. он говорит, да, ну, стоять, не будет, потому что перевалится, он говорит, это же новаторство, это же хай-тек, оно будет стоять, оно еще смещено, вы знаете, да, что оно так асимметрично, оно не посередине этого сердцевина находится, оно так выдвинуло туда, у него еще крыша чуть-чуть наклонена вот так, съехавшая, и он говорит, да не бывать все, он говорит, бывать, и построил ее, и получилось за нее, кстати, несколько наград на разнообразных международных выставках, а напротив нее вы увидите стеклянный параллельпипец, вот это она, а это справа от нее, дворец пионеров, киевский, дворец пионеров, опять, это, а сейчас там пристроили какое-то правительственное здание, какую-то контору для, то ли Верховной Ради, то ли Кабмина, опять же, в этом месте правильно построить дворец пионеров, получивший пять наград на разнообразных международных выставках, потому что по архитектуре Милецкий, вслед за своим учителем Каракисом, шел вот в русле наиболее прогрессивных на тот момент архитектурных идей, это абсолютно простройка мисс Аван-де-Роя, но это не мисс Аван-де-Роя, это Абрам Милецкий, дворец пионер, но если вы отойдете чуть-чуть назад, чтобы обозреть все это место, вы увидите, что впримыкая и к дому Каракиса, и к гостинице Милецкого, и к дворцу пионеров, высится, как он, диамант, хаос, что-то такое, высится современный жилой комплекс элит-класса, даже я не говорю о вкусовых сторонах этого дела, хотя надо бы сказать, рядом с которым гостиница Салют воспринимает, я про лавровскую колоколь вообще молчу, воспринимается махонько-махонько, как миши, пардон, как крысы, как говорил Свидет Петрович Голохвастов, вот видите, гостиница Салют и вот этот диамант хилл, в бытность президентом, если вы теперь переведете свой взгляд от висот современного жилищного киевского строительства на малые формы, то вы узнаете от экскурсовода, что в бытность президентом Ющенко, когда Ющенко был президентом, он сказал, что мы на месте Дворца Пионеров и гостиницы Салют должны построить, восстановить снесенный Никольский собор и монастырь. Денег не хватило, поэтому, чтобы как-то восполнить всю эту историю, всемирно известный израильский скульптор Фрэнк Мейслер, который известен своими калажными скульптурами, создал композицию памятный знак Киев, построенный Мазепом, ну, потому что многие из этого украинского барокко сооружения относятся к обремени Ивана Мазепы. И он тем самым как бы закончил всю эту историю Мейслер со сносом, новаторством, строительством, попыткой восстановления, и это на коротком отрезке от Арсенальной до гостиницы Салют мы еще дальше не пошли, до Лавры. Во всей этой истории есть одна такая очень популярный сейчас термин стори-теллинг. Есть, как оно должно быть по-умному, есть, как оно должно быть по логике, а есть так, как оно есть по ходу истории. Когда на постаменте Истри и Кочубеи появляется пушка Январского восстания, когда улица сначала Январского восстания, потом Мазепы, когда сначала одни, потом другие, вся вот эта вот каша, она превращает всю эту историю в очень сложную мозаику. Это, чтобы понятно было масштабы бедствия, вот Лавра, да, и там сзади, причем он сзади, соответственно, он в перспективе там чуть-чуть поменьше смотрится отсюда. Для всей этой истории, вот как строить, что строить на этом месте, строить ли на, уже церковь взорвали, фундамент остался, здесь погибли эти люди, здесь такие вертикальные доминанты есть. Для этого есть одно очень профессиональное и вообще понятное слово уважение. в архитектуре тонко это называется контекст, культурный, рельефа, городской и так далее, исторический и так далее, и так далее, и так далее. Понятно звучит это так. Как это можно объяснить? Как это можно показать пальцем? Как можно перечислить те регламентирующие правила, можно строить, нельзя строить, как строить? Уважение это вещи, которые совестью продиктованы, здравым смыслом, человеческими качествами продиктованы. Каракис был прекрасен именно тем, что этот человек имел очень высокую степень уважения к тому, что он делает и где он это делает, и по отношению к тому, для кого он это делает, и к истории тех, кто здесь был до него. Научить этому очень сложно. Научить этому, на мой взгляд, если и можно, только одним способом, личным примером и больше ничем. Он таким был, поэтому все его ученики так о нем говорят, поэтому так его вспоминают. Я помню, что я обещал какой-то позитивный пилок о всей этой истории. Его нет, потому что эта история бесконечна, она так всегда была и так всегда будет. Как и в прошлый раз, как и в деле уфти, зависть, глупость, стяжательство, страх, оно всегда, в общем-то, неистребимо, оно всегда вечно. Но для чего я вообще все это рассказывал? Уважение к таким людям, уважение к истории, которая состоит из таких людей, она нас меняет. Ничего страшного, если вы ничего раньше не знали, кто такой Каракис, и не знали историю этих домов, и не смотрели на них так. Но я вам для того и рассказал, чтобы вы к ним относились по-другому, чтобы вы воспринимали это иначе. И все, этого больше ничего и не надо. Надо просто помнить об этих людях, и все. А я дальше вам еще расскажу много всего разного. Нормальный пилок, позитивненький. Все, ребята, конец. АПЛОДИСМЕНТЫ